всем привет продолжаем играть властелин колец битва средиземья 2 с модификацией вернее с дополнением под знамя у короля чердей с модификации age of the rings так значит у нас на очереди следующая фракция woodland real тут видимо не влезла полностью название я так полагаю это эльфы зеленолесье ну там легала стран дуил давайте посмотрим и да это действительно так по мотиву музыки да это слышится прям так ночь посмотрим какой-то охотничий охотничья стоянка или что-то вроде того у нас тут есть далее виноградник король трандуил у нас любитель вина в принципе горнта урона у нас тут есть защита императора если правильно перевел ладно разберемся со всем этим кто у нас тут ауриэль есть у галион есть верен радагаст гримберн легалас и сам король трандуил так здесь у нас врата а горн врат получается ну тот самый который звучал врат короче не суть баф плюс 50 процентов ко всему скрытые стражники призывает 3 охотника сильван выбранные точки интересно так а это призывает призывает короче какое-то дерево как я понял которая скрывает союзников 1 давайте что-нибудь возьмем разберемся хилки нет так бонус от вина снижает стоимость greenwood units понятно а тут сильван понял просто больше нет то есть это все чем отличаются две эти фирмы тут еще можно что-то сделать фиридир за 150 охотник у нас отряд как я понял давай то уриэль побежала так далее сильван клиринг это у нас казарма сильванов хорошо да это призывает охотника за 150 хорошо что он может так это у него стелс а он еще ворует получается ресурсы когда убивает врагов это пассивка и пока активно получает стелс на 30 секунд но теряет того как только начинает атаковать понятно еще есть hunting с нейро на третьем уровне короче станет какого-то противника на 5 секунд получается но это нельзя на крипов использовать интересно как можно нам тут силенов каких-нибудь подогнать то враг уже идет значит так это сильваны есть еще дом бьернов давайте построим вот здесь например чем бой нет значит здесь у нас это у дрим это у нас лучники и сигель май тир чтобы это не значило туда это обычный отряд лучников так вот эти призываются временно до охотники так мне досмотрели что тут охотник может с этим понятно принципе все понятно это ловушка короче дарунионская к красная а это пассивка просто лечится понятно так стелс нам принципе не нужен у эльфов тут уклонение на втором уровне увеличивают броню на 25 процентов 10 процентов скорость еще получают и типа их нельзя прокинуть так это у нас стрелы как я понял который станет противника или что-то в этом духе улучшение для стрел за 300 и знамена не трогайте моих строителей не надо этого делать в общем-то охотники интересно так далее у нас вот это у нас воители как я понял у мечники к остановитесь к до мечники они с двумя ножами бегают они такие также уклонение них есть да очень много тут кавалерия что рохан ножи у них есть у релью ходи что-то как там жестко зажимают эти деревца призовем не знаю так и тут еще кто то есть разберемся думаю немножко тут зажимают щас надо решить эту проблему ну кстати у меня таурель успела выхили цена удивления то есть этих лучников мы перестреляли но были нужны копейщики до больше копейщиков вперед короче долбаный рохан со своими конями общем тут понятно принципе все с юнитами на денег собрать значит далее в доме вернов что у нас тут есть люди охотники лесовики охотники вернее друид есть из какого-то павшего ордена бернинг берсеркер какое-то улучшение а это эти ульи типа понял забавно отстреливать этих уродов то не прут и прут вот этот отрядец посмотреть что-то как-то у меня пока что это не задается да надо башню построить вот так выглядит башня интересно как-то самого начала не сдалось ладно смотрим вот этих ребят 350 300 стоит пойдет очень много лучников хотя вроде много копейщиков заказывал турель уже 6 ранга не знаю поставлю и навыки потом все равно их отдельно будем смотреть так берлинге это понятно royal barracks еще один вид бараков но тут уже не сильваны тут уже другие эльфы более элитные я так понимаю интересно охотники интересные нет так что у нас тут еще есть а а это я так понимаю кузница нам давай поставим тут у нас вообще два эльфа осталось в отряде что-то как-то ну ладно лучше чем ничего можно сразу третью пятерку посмотреть послушать вот так она звучит ну пойдет на саундтреке из хоббита из фильма полагается тот плохо конечно но уже здесь ставить вышку так что у нас там с этими лесовиками значит у них можно менять оружием то есть топоры либо луки ну понятно принципе метка бема на 30 секунд вражеский выбранный герой помечается этой меткой и типа отмеченный противник получает 20 урона ну или на 20 урона больше типа от этих короче ребят понятно прикольно собаки есть можно за 150 собакам купить интересно друид а вот он кстати друид так ну действительно собаки есть вижу значит у друида есть пассивка друид снижает вражескому юниту выбранному снижает его урон на 15 процентов и снижает постройкам на 15 процентов броню интересно и получается охотники находящийся рядом на 33 процента сильнее крушат броню имеют сопротивление страху и ужасу интересно реально выглядит неплохо до вас долбали хватит а ломать мне здесь все так что там дальше друид может улучшение у него идут за 204 улучшения они тут 800 есть и за 500 так это получается даст скилл этому друиду это восстановление павших юнитов друзей это баф на броню 33 процента броня это призывает дерево дерево которое добывает еще и ресурсы немного ресурсов на максимум 5 можно таких построить деревьев выбранный герой хилица получать 25 процентов брони на 30 секунд неплохо можно все взять интересно вроде можно будет видно короче что там можно что-то нельзя вот это деревце прикольно только надо 2 уровня всем сделать чтобы они хилиться начали так это какие-то призывные а это призывные этой самой тавари или видимо ладно разберемся я себе какой-то винный фонтан типа короче фонтан обычный для хила окутайте здесь в тему ребята конечно и кто убьет теперь убивать некому так где там у нас друид вот он стоит а но это все можно брать на временно понятно до восстанавливать линитов причем тут россия казалось бы я не знаю можно камень поставить который дает броню так и не то начали исцеляться ритуальное дерево давайте поставим его он прикольная фракция и на выбранного героя но турель скажем хотя сейчас нами не надо использовать поставлю просто на автоюз что можно мы не сами разберутся значит последний юнит здесь это конница то есть получается лучники воины с двумя клинками копейщики конница вот у них мастерство лошадей открывается на втором уровне это получается активируемый баф получают плюс 50 процентов брони 20 процентов к скорости временно вот так же можно улучшить стрелы они лучники так конные лучники до реально конные лучники но хотя принципе эльф и чё я удивляюсь а что здесь фонтане фист фестиваль а это типа разовая хилка но при этом на 60 секунд скорость исцеления понижается на 66 процентов блин прикольно и повинный фестиваль устроить ну неплохо неплохо не могу сказать что мне прям нравится эти эльфы но пойдет так берсерк и пасеку нам надо обязательно пасеку сделать это получается ресурсы начнет добывать так далее а это эта тюрьма а тоннели типа понятно причем за 600 тут можно призан город взять призывает в один батальон у стражников ладно так это мы видели роял это мы посмотрим сокровищниц стран дуила звучит интересно что у нас здесь за винита она тут эльфийские полноценные юниты которые были в фильме битва пяти воинств то есть уже бронированная хорошо допустим посмотрим их тоже так берсерки дам с посмотрим улучшение пасеки ну просто типа это пчелки полетели понятно значит здесь у нас что они имеют они восстанавливают здоровье вне битвы хорошо на третьем уровне активируемый навык есть увеличивает сопротивление стрелам на 50 процентов прикольно животная ярость ну дикая ярость не знаю на пятом уровне в боевую ярость они и получается вступают их нельзя уронить и снизить нельзя им скорость передвижения как я понял или типа а нет их скорость броня и урона то так получает большое увеличение короче очень сильно улучшено это все увеличено и нельзя их короче контроль за контролить пока это работает выглядит интересно сейчас я полностью лучше тогда посмотрим эту казарму значит сокровищница ну тут какие думал кстати все апгрейды сразу но тут только сильванская сталь есть улучшение стрелы и знамена то есть брони здесь нету для брони надо вот этих юнитов создавать видимо хорошо royal barracks трэндуилл стрежери сделали сич граунд тут интересно осадная мастерская трэндуила это вышка это фонтанчик статуя вот статуя рафета рафера вернее прошу прощения интересно давайте начнем с самого первого юнита кстати говоря по поводу осадной мастерской тут у нас таран и баллиста судя по всему интересно посмотрим кстати вот отряд 2 уровня как у них работает уклонение вот так она выглядит интересно обычные эльфы незащищенные толком ну для мяса пойдет так вот у нас первый отряд эльфийских элитных мечников построение есть плюс 33 брони минус 40 скорости да прям один один практически как фильме значит у них есть активируемый навык на втором уровне все союзные лиха лески эльфы получают плюс 10 процентов брони но максимум 50 процентов а то есть если мы берем пять отрядов то и пять отрядов стакают всем получается да то есть пять стаков раз один 10 процентов и два улучшения тут стали и знамена неплохие модельки кстати мне нравится в этом моде как модельки сделаны вот как бы в стандартной игре к этому не очень от нас отнеслись разработчики на потому что типа ну кто будет приближать смотреть юнитов посмотрим следующих кто у нас тут до музыка подрубается причем они всем эльфом даже которые рядом стоят которые не относятся к ним короче но вы сами видели стен кстати нету этой фракции да ну ладно не нужны нам здесь стены значит отряд то кто копейщики это какие-то косы у них так у них есть информация плюс 50 процентов к скорости атаки но минус броня интересно так у них есть тоже свой баф как и у мечников но другой увеличивает скорость атаки на 5 процентов и максимум 25 процентов то есть в идеале надо пять отрядов каждого типа делать и тогда побудет максимальный баф максимально пробав она армия так следующие нет и но это лучники них тоже есть баф увеличивает дальность атаки и урона 25 процентов путем потери 50 процентов скорости то есть это уже не массовый баф это чисто локальный захотит про россию уже говорите мы поняли все у теодр это прискакал зря вот нравится очень как башни тут сделаны хотя немножко вот это вот нелогично до одной ногой он в могиле этот эльф но он продолжает стрелять что ему плевать тут еще и с отцом приехал теодр от но это на третьем уровне кстати баф добавь аж на третьем уровне нифига там мэри наваливает дита виды на так живи этот отряд я хочу это турель умерла зародите 2 секунды так следующий пикинеры вот это интересно у них есть стойка теряют 40 процентов скорости но зато их нельзя отбросить и получают 33 процента брони так пора вот этих лучников короче посадить настреливают но урон хороший даже у этих обычных я хочу вот это посмотреть как они станет вражеских юнитов для этого над кого-то найти на берсерке какие-то лютые конечно смотрите как они живут но всех тут убивают вообще так конницу а вот так он устанет понял неплохо неплохо конечно так а что у нас есть еще у этих ночных есть пассивка дают легаласу и трандуило плюс 10 процентов брони максимум 30 пассивно то есть три отряда таскайте это будет маком максимальный эффект получается получается как то так а ну не трогайте мой домик май гаванан да май гаванан и что у них еще есть активируемый навык получают плюс 60 процентов брони и сопротивление отбрасывания но теряют 40 процентов скорости на время блин копейщики вообще я не знаю по ходу автор этого моды как и я любитель копейщиков лютый я по-другому это не могу объяснить вот эти еще есть давайте катапульту и баллисту посмотрим не интересно мы все посмотрели в принципе все здания мы уже затронули по сути да он насчет эту фигню построить на кстати у охотников лесовиков вот этих у них еще улучшаются стрелы друидские какие-то стрелы ну и второй уровень можно им сделать вообще неплохой юнит на самом деле очень даже неплохой еще с петами с собачками бегают так таран таран у нас несут бернинге что интересно аутболиста уже эльфийская но я бы хотел посмотреть как это все выглядит так ну тут принципе понятно все как вас долбали а хотя не особо то они это сбили моих юнитов ну да ладно в общем вот эти ребята у нас вот эти вот они это конница построение есть плюс 15 к скорости урону но минус 15 брони значит у них улучшаются щиты броня от копий и стрел повышается на 25 процентов стальные клинки и знамена и на втором уровне у них активный навык все союзники нет возле врагов а короче пугает врагов рядом идти поделать их более уязвимым к давке вот она как работает ну да она даже видно что эффект против врагов явно здесь настроен так эти вроде все целы да я хочу посмотреть баллисту баллиста о чем ты стреляешь вообще фига там копиями стреляет бывает так ну по крайней мере она через скалы может но урон нормальный да как у обычного с одного оружия ну неплохо эльфийская баллиста почему бы и нет я думал вообще вставили обычную знаете стандартную из базовой игры с этих с кораблей просто в каком-то моде я такого же видел просто с корабля взяли баллисту изъяли вот и сделали эти посадным оружием как то так а кстати в таверне у нас нанимаются какие-то воители кин лай но здесь видимо описание но не смогу столько перевести она тут написано что-то про море рун то есть это видим какие-то рунийские ребята которые поставляли то самое вино все-таки это дарвинен это территории истерлингов наверное как то так а кстати вот это вот тюрьма тоннеля то есть я сделал улучшение вот они производятся стражники на время них есть оружие либо ближний бой либо дальний вот и есть у них навык вражеские юниты в радиусе теряют 33 процента урона и замедляются на 33 процента прикольно то есть такой защитный юнит у нас получается прикольная постройка очень функциональная можно как через гномов играть с помощью не но через тоннель и вот кстати эльфийские копеечки не очень прочная вроде бы да очень классная но как-то не знаю не очень и мне нравится не вот молдорский мне заходит а эти не знаю но больше всего мне роханские заходит не знаю почему но вот как то так так а что у нас вообще по пристройкам замка есть башня есть баллиста и все героев и всех нанял давайте посмотрим по улучшениям знамена сильван посмотрим как это выглядит так вот они маленькие тряпочки появились далее хилка это вечерние звезды типа вот она у нас башня обычная и вот она баллиста ничего такого но крепость прикольная крепость сделано интересно у этой фракции нареканий вопросов никаких нет у меня можно тут еще улучшить если бы играл за эту фракцию я бы сразу выходил винные винные и вот в эти у юнит они бронированные при этом не требуют брони очень хорошие так а вот она свечение появилась дам звездным так улучшение реки у нас получается снижает урон в миле по крепости короче таров это просто ров как я понял да ну да но с довольно красивой водой зато так смотрим дальше что у нас тут а вот этот вот эта тема которая открывает навык нам ладно что она дает это белка я понял короче здание в радиусе площадь плюс 150 процентов брони и огнем и магией получается долбит это влияет на самого крепость ну короче это на крепость а вот листочки эффект короче на ближайшие постройки рядом с крепостью это влияет как то вот так плюс 150 брони нормально далее у нас гарнизон сильван я так понимаю щас тут расставят ребят просто вызывает лучников на парапеты и последний у нас трибьют ту арома арома это у нас помывал орохотник до который учил эльфов искусству стрельбы из лука вот этому всему да вот он гарнизон появился короче союзники рядом получают бонус плюс 33 процента к атаке ну к урону от атаке и разблокирует гилден гилден город то есть вот этих стражников разблокирует как я понял и также разблокирует горнта урона обилку когда которая короче при активации все свои все враги рядом с крепостью теряют 50 процентов брони и поддаются страху вот так это выглядит интересно так произвели улучшение он так у нас звучит рок который дебафать всех врагов вокруг вы надо посмотреть эту элитную гвардию за 2000 охренеть еще плюс вот этих ребят тоже мы сейчас посмотрим дарвине он ских как я понял сильны против кавалерии героев так кит копейщики так да это копейщики какие-то дарвине он ские так это эльфы типа не там в дарвине он и эльфы выращивают ладно у них есть получается формация теряют 40 скорости но плюс 33 процента к брони это больше ли бар чеки какие-то ну ладно чем них есть улучшение и у них есть ну типа баф получается при активации на 20 секунд получает плюс 15 процентов к броне и частично урон короче они отражают направлены на них интересные юниты блин хорошие пикинера именно с двуручными пиками контрударом каким-то получается такая элитный отряд это у нас конница да интересно всадники на оленях с топорами ну ладно так у них есть баф причем пассивный активный эффект пассивный все союзные герои рядом получают плюс 15 процентов урон от атаки на 15 процентов больше скорости получают и 15 процентов брони прикольно при активации все союзники убивая генерируют ресурсы ну короче это все на короткое время мародерство врубает прикольно так то выглядит куда же вы полезли то далее что у них есть выпинг blade какой-то баф клинков на третьем уровне есть пассивный эффект так но они наносят возвращают часть урона направленную на них это пассивный эффект как я понял и если активировать на то они будут игнорировать броню га себе юнит блин так и четвертое у них ярость на шестом уровне открывается получается они игры чарж получают ну это короче чарж до обычный баф ну как не обычный мощный баф плюс 40 процентов к скорости получают плюс 50 процентов к броне и что-то там с врагом делают короче ладно думаю мы посмотрим разберемся в этом обязательно причем этот отряд кавалерии можно только один иметь окей да а у друидов кстати вот эти вороны это стандартная атака у них типа такая то есть они дебафают как арван по моему да в общем похоже на это еще давайте посмотрим какие у нас навыки есть кольца elven kings road какая-то королевская дорога призывает эльфийский дорожный камень можно только один иметь он на телепортирует выбранных юнитов к нему интересно я могу здесь его поставить прикольно это выглядит как минимум забавно так далее за десятку это у нас получается дебаф выбранном радиусе противники теряют все лидер все лидерство и замедляются на шестьдесят шесть процентов вот так это выглядит ну да конница очень медленно конница прям чувствуется стало тяжелее нет не то что у нас там дальше так это у нас призывает один отряд один отряд короче трандуильский хита стражи как я понял юниты возле получают плюс 50 процентов к броне и лечению и хилятся вернее и подожди или что это призывается фестиваль фута фестивальное дерево типа так его еще можно перемещать по полю боя дерево которое телепортируется а это же как в книге прям я же помню я же читал хоббита типа когда гномы приближались но они видели что там огни в лесу типа эльф учат там пьют а потом когда они приближались типа все резко но обволакивала тьмой то есть цветов типа они еще потом появлялись в другом месте эльфийская магия вот видимо это она есть по сути это забавно дерево которое смогло так далее что у нас тут на 60 секунд все что будет мертво у противника будет давать дополнительный ресурс и союзные юниты получают плюс 15 процентов к скорости баф для всех союзников на карте мы плюс мародерство да далее пятнашки у нас копья фрамсбурга призывает армию элтеодов под командованием фрумгора сына фрумгора на она ошибка или у отца тоже ну да и вот и вот в пленце в принципе близко жили то время только это не помню фрумгору бил скату или кто этого я не помню уже такая вот у нас армия 3 отряда всадников это еще не эрлинги но уже коневоды и предводитель их фрумгор у него есть лидерство ярость убийцы дракона на видимо фрумгору билова скату союзники возле фрумгора получают 33 процента урона 33 процента брони и на 50 процентов быстрее под добывают иммунитет к ужасу еще имеют нормально далее у него есть ветеран войны с орками это опыт он дает он просто делится опытом прикольная тема со всеми вообще он он вот этих юнитов прокачал биорнингов но у фрумгор крутой да так это дальняя атака мощная надо против героя какое-то копье боли короче ну понятно хороший герой хороший правитель это вот так далее что у нас тут еще и за 15 это отмена короче всех погодных эффектов понятный вражеские юниты и теряют 25 процентов видимости и дальности атаки на 25 процентов медленнее зарабатывают опыт и на 40 процентов урона то так снижен офигеть вот так это выглядит ой темно прям стало капец как темно зачем у мордора какой-то подрубил но скилл мощный конечно да дебаф очень мощный так это у нас призыв стрел получается интерес тут еще написано что один раз там используется план 2 но мы сейчас посмотрим нифига себе а они два раза стрелами обсыпают я понял учитывая что это мгновенно хороший урон неплохая белка далее у нас 25 кем великая охота аромая вражеские юниты в радиусе теряют 50 процентов брони 50 процентов урона герои в радиусе короче у них колдаун всех способностей обновляется ну то есть заново все уходит на колдаун и они не могут хилиться все союзные юниты в радиусе вернее на поле боя какое-то преимущество перед влага врагами имеют немножко не понял в чем там суть короче ладно вся союзная кавалерия на поле боя получают плюс 50 процентов брони против копейщиков видеть вот так то выглядит да это на всех действует то есть мощный такой дебаф бафа дебаф скажем так так и это у нас призыв белого оленя чё прям как в лотра что ли на даже звук оттуда а реально белая лень так он может давить у него есть пассивка иммунитет ко всем вражеским атакам то есть его нельзя бить а что он может тогда он был просто он не может атаковать он просто может давить типа так всем союзникам рядом он дает 300 процентов брони иммунитет к страху и ужасу и это стыкается она это мощный бафер короче для союзников на одну минуту союзные юниты и герои получают 300 процентов опыта иммунитет к магическому элементальному урону какая интересная 25 к олень которого нельзя атаковать но это реально как в латре я там тоже мы следовали игра за какого-то следопыта по-моему следовали за белым оленем который привел нас я так полагаю карамая возможно просто некая загадочная личность скажем так было поэтому но весьма могущественная подозрительно ну в общем то и все навыки кольца вот они посмотрели так давайте-ка посмотрим вот этим бафом игнорирование брони здесь написано давит они хорошо кстати весьма неплохо даже по копеечкам могут ездить немножко вот она еще на шестом уровне открыть но это я вот это и мобилкой получается копия фрамсбурга я буду этим from garam давать им опыт так получится быстрее их прокачать так давайте посмотрим что у нас собственно герои могут читаю реалии вы сломаете нет хотя тут разберутся эти ребята не разберутся в общем-то тауриэль капитан сильван союзные сильван получают 25 процентов видимости и дальности атаки и на 25 процентов быстрее зарабатывают опыт значит далее помимо этого на третьем уровне союзные сильван получают снижение длительности перезарядки их обилок на 25 процентов то есть уклонение уклонение получается вот этих вот юнитов которые они юзают далее на третьем уровне у нее открывается она это призыв это призыв вот этих вот защитников которые не могут двигаться но могут стрелять вот они невидимы вроде как это понятно далее на четвертом уровне она получает баф союзники рядом получают плюс 20 процентов к скорости но юнит и пробавались просто плюс 20 процентов к скорости муки спи неплохо далее тут она получается использует двойные кинжалы то есть она бросает лук бросать лук и начинает использовать кинжал и получает плюс 30 процентов к урону и наносит урон сплэшем прикольно я хочу посмотреть какой она сплэш наносит давайте посмотрим неплохо 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 кстати нормально она нарезает то есть под по 2 юнита она убивает и на восьмом уровне дочь леса так она телепортируется на она телепортируется просто сразу лук достала время действия белки стекла ну такой обычный герой лучник и пробавить чуть урон нанести ну и телепорт значит дали у нас галли он агрессивной питье или что-то вроде того короче если находится возле винных всех тем этот персонаж у наносит на 33 процента больше урона пассивная белка далее миру вор союзные юниты хилятся возле галиона и получается увеличивается это значение на шестом и на девятом уровне ну то есть это исцеление на просто массовый хилл заливает всех вино кого только можно героев хилит далее господи да у него только вино здесь у него четыре пассивки на вино у этого галлиона алкаш какой-то что ли эльфийский дарвинеонская красная на третьем уровне а союзные юниты в радиусе получают 70 процентов брони но теряет 25 процентов урона и увеличена радиус на пятом и седьмом уровне то есть можно споить еще и войска замечательно просто а вот он сразу активировал ладно допустим и на седьмом уровне у него еще одна он теперь уже бочка видимо дам так это он что делает это какой-то не понял что-то он короче на 15 секунд делает мне надо перри это перезарядить посмотреть попробовать на своих плеснуть или на врагов так ну давайте попробуем на врагов выплеснуть это возможно вообще ну короче да вот красный какой-то это он повесил какой-то дебаф на 15 секунд общем-то ладно в принципе у этого героя все на смотрим следующего феррин это у нас помощник трандуил его секретарь на значит у него есть сильная атака которая прокидывает врага на пятом уровне радиуса урон увеличен интересно давай посмотрим понятно давай найдем какую-то более подходящую для этого цель о и уин еще и сплэшем долбанул нормально так далее командир эрин лазгален у него есть призывает батальон tower dream на пятом ранге еще и батальон гринвудских копейщиков и на десятом по два обоих как я понял на вот он раз вот он два отряд там три в принципе да да все совпадает все как надо вернингов еще посмотрим сидут воюют так что он еще может с этим мы разобрались призыв к тревоге так короче все структуры у них снижается время найма вражеские юниты увеличивают скорость на 25 процентов вражеские юниты наоборот теряют 25 процентов и это не действует на дом бёрнингов короче эта фигня давайте их с дебафа им вот так это как-то работает так и на седьмом уровне выбраны вражеский герой пинает его типа из и и что и забирает плюс 33 процента к урону для всех ли типа наносит на 33 процента больше по ресурсным постройкам ну-ка на или типа весь урон типа на 25 процентов сильнее стрелы прикольно конечно убил короче понятно дебафа еще какая-то метка получается с этим разобрались далее радагаст да посмотрим что может радагаст значит радагаст первая способность у него имеет пассивный активный эффект пассивно радагаст видит все скрытые цели а невидимом невидим когда стоит все я понял невидимость у радагаста есть интересно и если активировать все союзники выбранные получают иммунитет получают стелс на 30 секунд прикольно радагаст бафера под стелс но магический урон кстати наносит сплэшу и своими атаками это интересно далее способность у него союзные лесовики и бьорнинги получают плюс 75 процентов опыта это пассивный эффект и активные вражеские юниты выбранные блокируются птичками теряют 50 процентов видимости 60 процентов скорости при движении и урон с течением времени получают так но эти птичками окружим их а но все как я собственно и перевел до замедляются получают маленький урон постепенно в общем то понятно что еще есть на третьем уровне открывается это стан для врагов а на восьмом уровне стану увеличен то есть просто всех врагов вокруг он станет понятно далее у него пассивка на шестом уровне помогает союзным героем исцеляться и юнитом возле себя ну хиллер а у герои так очень великий волшебник так подожди давай-ка вернемся не надо просто убежим что там делается а превращает в животных насчет как-то не особо в общем как-то странно работает не работает на героических юнитов утика типов же в диких животных должен превращать по идее ну что-то как-то не сработало или я не так понимаю этот навык ну ладно ладно давайте к следующему герою гримберн у нас могучий берлинг может начну есть сын берна пассивный баф дает 33 процента защиты союзным берлингом гримберн наносит на 33 процента больше урона боль го и при активации гримберн вселяет страх в сердца орков и варгов на 15 секунд ну да как орков и варгов здесь нету вот так то выглядит далее сильный человек ни хрена себе нормально еще и созвучка медведей злотра короче наносит сильный удар вокруг себя ну вы сами видели на что произошло все умерли далее получается он дает 850 ресурсов выбранной постройки ресурсный но останавливают продукцию производимую на 30 секунд интересно а это можно на деревья до юзать сейчас у меня 213 тысяч 213 800 900 но подойди ты сдолбал я же нажал так ну фиг знать не особо то я увидел ну перестала зарабатывать да но что-то деньги не особо прибавились может быть задержкой ладно так что еще можно гримберн значит на шестом уровне мне открывается навык призывающий трех бёрнингов стражников и союзные герои или структуры а я понял то есть для защиты героя или здания понял прикольно он может на себя наверное так оставать что прикольная тема далее на десятом уровне у него еще открывается навык тут пассивный эффект есть берна гримберн навсегда типа прокидывает противника обычными ударами и когда активно гримберн трансформируется в медведя на 90 секунд наносит на 25 процентов больше урона и получает 50 процентов брони ты будешь делать что я сказал или нет глупый медведь и вражеские юниты короче испытывают страх и пока активно гримберн наносит на 50 процентов больше урона больгу кто так-то действует давайте превратимся до нормально михалыч ничего себе смотри разматывает вообще а это хельминги на секундочку это очень крепкие ребята с двух ударов а таран как он сломает как быстро у ничего так сплэйш все как полагается ну гримберн то еще сказать топовый герой тут не поспоришь ну очень хороший далее легалас ринга мозги строит согласен что ты можешь легалас он может менять оружие два клинка или лук далее у него есть двойной выстрел ну это у всех легаласах вообще во всех модификациях и в стандарте есть есть просто он в кучку закидывает нормально залетает далее принц мир куда на третьем на шестом уровне на третьем уровне у нас активный навык который дает опыт лучником ну собственно как мы видим да не могу эльфийскую пехоту но если навожу на лучников то можно и на шестом уровне еще пассивный эффект добавляется всем союзным юниты рядом получают иммунитет к страху и на 25 процентов дальше видят вот так то работает далее piercing shots то есть пробивающие выстрелы легалас игнорирует вражескую броню и замедляет их замедлять свои цели на 40 процентов выглядит это вот так такие фиолетовые стрелы еще и замедляет неплохо и на десятом уровне он может призывать гимли им у гимли есть бросок топора неплохой дали у него есть смена оружия и в чем тут разница если он использует короче секиру болина то наносит короче пробивает броню и наносит сплэш урон если он использует топор глойна то скорость атаки и скорость передвижения увеличена как то вот так это работает ну и прыжок есть ну ка в герой если неплохо топорик зашел ну да быстро бьет а если возьмем секиру он то пошел сплэш урон да ну как бы да но вот такой вот навык десятом уровне улегаласа дополнительный герой прикольно это прикольно ну и последний герой у нас на сегодня это трандуил значит первое у него навык это сесть верхом на его этого козла и есть пассивный пассивно лидерство союзники возле трандуила получают 50 процентов брони далее любовь к серебру и бижутерии на третьем уровне открывается дает синдорином броню в радиусе это самая броня дает плюс 20 процентов брони юнитом уменьшен колдаун на пятом седьмом и десятом то есть постепенно на пятом седьмом и десятом раунде не раунде а уровне еще меньше кулдаун становится это стыкается с лидерством так а вот так вот дает броню но это не на время то есть тут не написано что это на время дается тут просто он дает и все так на четвертом уровне у него еще навык открывается на выбранной территории такое поле создает что она делает она урон наносит как я видел вражеские нет и замедляется на 20 процентов и до сечение времени получают урон что принципе и видел так какой-то обновленный воитель на пятом уровне трандуил получает плюс 15 к скорости 50 процентов брони на шестом уровне он получает 15 процентов скорости 50 брони 15 урона на седьмом трандуил перманентно получает 25 процентов брони 15 процентов скорости 90 50 процентов брони еще раз и 25 процентов урона а нет это он просто типа перманентно пассивно получает 25 процентов брони а строчка ниже это баф на восьмом уровне плюс 15 процентов скорости плюс 50 процентов брони плюс 50 процентов к урону на девятом уровне плюс 15 процентов к скорости плюс 50 к брони плюс 50 к урону и минус 75 процентов короче короче устойчивость к сокрушению будем так говорить и на десятом уровне при активации этого бафа трандуил получает 15 процентов скорости 50 процентов урона на 75 процентов типа его сокрушить нельзя и он абсорбирует весь урон направлен на него то есть броню забрали но далее неуязвимость на пофиг вообще теперь он вообще не убиваемый неплохо память о мордоре нас даже атаковать сейчас не буду на вероятно хотя нет стрелы вроде летят вспоминает темные земли вражеские юниты пугаются получают урон теряют лидерство и и наносят на 50 процентов меньше урона я понял воспоминания битве типа эти самые воспоминания убивают всех вокруг он стоит и не может двигаться в это время блин это классный навык по сути до трендуил же был у нас в битве последнего союза он там участвовал поэтому прикольный навык мне нравится забавно сделан так ну и давайте посмотрим вот этих юнитов значит на шестом уровне да вот он их charge плюс 40 процентов скорости 50 процентов брони что мы там с противником то делают не знаю странное тут немножко описание но вроде обычно бьют как и всегда и ты сильная ладно и горнинге у нас здесь остались день и болен где они а вот же они потерялись так общем у них тут баф 50 процентов менее уязвимо становится дальнем бою а это кто а это родегаст так и на пятом уровне у них тут еще один навык вот я разбит вы посмотрим как вы сражаетесь под ней так ну да масса урона не наносят смотри еще колят топорами колющие удары наносят а я понял я ими управлять да 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 ими не мог управлять пока не под яростью короче они сами что хотят то делают они очень прочные эти берлинги у них очень дофига здоровья можно посмотреть сколько 1300 ну то есть этот отряд он как полноценный герой 3000 здоровья он 3200 у феррина пожалуйста у легаласа 2800 вообще еще меньше чем у этого отряда 200 у то уриэль жесткие ребята в общем ладно на этом я думаю мы закончим обзор этой фракции мы уже все посмотрели так что можно заканчивать на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи